МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При Амуре занимает 9 место в Дальневосточном федеральном округе по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения среди регионов ДФО. Лидером по численности выявленных инфицированных является Магаданская область. 3 288 случаев. На втором месте Камчатский край. 1 1999. И затем идет Сахалинская область. Почти 1791 случай. Наименьший показатель у Чукотского автономного округа. 538 случаев. Напомню, в Амурской области принято распоряжение о запрете пребывания несовершеннолетних детей в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. Кроме того, обслуживание в залах общественного питания разрешено с 7 утра до 21 часа вечера в иное время, только на вынос. Помимо этого, проведение церемонии государственной регистрации заключения брака будет только в присутствии лиц, вступающих в брак. Житель Благовещенска на своем дачном участке разводит дальневосточных фазанов. Занимается этим мужчина уже три года. По словам горожанина, эти птицы в содержании менее прихотливы, чем курицы. Питаются фазаны такими же кормами, как и домашняя птица. Примерно со второй половины апреля, по середину августа, они начинают нести яйца, которые по размеру не очень крупные, но очень питательные. В будущем мужчина планирует, кроме дальневосточных фазанов, завести серебряных. Амурские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудников органов внутренних дел. История ведомства берет начало с 1715 года. Тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией. В 1917 году, 10 ноября, после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР создается рабочая милиция. Именно этот день принято считать днем образования российских органов внутренних дел. Много лет в стране праздновался День милиции, однако 1 марта 2011 года указом президента он был переименован на День сотрудника органов внутренних дел РСФ. Ежедневно полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, предотвращают и раскрывают преступления. Разведчики Амурского объединения Восточного военного округа получили первую партию современных 9-мм пистолетов «Грач». Новое оружие отличается магазином увеличенной емкости до 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и быстрым возвращением на линию прицеливания после выстрела, что обеспечивает при стрельбе более высокий темп. Оружие особо ценно для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя, сообщает Пресс-служба Восточного военного округа. В Преамуре завершился лесокультурный сезон. За весенний и осенний период лесоводы области посадили более 12 миллионов сеянцев, сосны, лиственницы и кедра на площади более 4 тысяч гектаров. Участки с молодым лесом появились во всех районах области. Молодые деревья выращивали в 13 амурских питомниках Бурейского, Завитинского, Благовещенского и других районов. Между тем лесовосстановительные работы велись за счет средств федерального проекта «Сохранение лесов», входящим в нацпроект «Экология на это», а также на заготовку семян области выделили более 85 миллионов рублей, что на 18,5 миллионов больше, чем в 2019 году, сообщили в Пресс-службе Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова